5 правил орального секса с мужчиной. Что больше всего нравится мужчине во время оральных ласк со стороны его любимой женщины? Обязательно досмотрите это видео до конца. Возможно, оно изменит ваши отношения, улучшит их, и вы поймете, что вы делаете что-то не так. Потому что то, что среди моих подписчиц есть много любительниц ласкать своего мужчину орально, мы это уже поняли по предыдущему видео, которое выкладывали не так давно. Но делаете ли вы это правильно, сегодня мы будем с вами разбираться. Первое правило, это не техника, а индивидуальные решения. Вот как в Икее, знаете, было там индивидуальные решения в Икее. Приходишь, собрали, все сконструировали. И один человек выбирает шкаф-пенал, а другой выбирает двустворчатый. А все из одной серии. Так же и здесь. Когда женщина, насмотревшись разных видеоуроков, посетив какие-то тренинги, думает, что все то, чему она научилась, значит, можно применить дома с мужчиной, это большая-большая ошибка. Кстати, если кто-то из вас хоть раз проходил курсы по Минету, поставьте, пожалуйста, лайк. Так вот, когда вы подходите индивидуально, это говорит о чем? Вы знаете потребности своего мужчины. Вы знаете, что ему нравится. Вы знаете, в каких местах его больше это всего возбуждает. Вы понимаете, что выстраиваете с ним связь не только на уровне его члена, но и на уровне его сознания. Мужчина на такие удовлетворительные ласки со стороны женщины приятно реагирует совершенно иначе. То есть техника, ладно, хорошо, хорошо, а там тоже, возможно, какие-то элементы нужны. Потому что, когда женщина просто засовывает, простите меня, мужской член в рот, и как перфоратор начинает долбить лобом в лобок, думая, что если она делает это активно и очень сильно глубоко, я могу вам рассказать разные истории, которые происходили с мужчинами во время, простите меня, активной долбежки женской. Когда у мужчины вывихи члена, пообщайтесь со специалистами, с докторами, которые потом эти вывихи лечат, возвращают обратно форму, хотя там, в принципе, вернуть ее в прежнее положение член уже не получится. Может быть, чуть-чуть кирвизну исправит, но не более того. Вот. Кто-то там увлеченно вообще наносит какие-то раны зубами. Но это, вы должны понимать, что это не порно. Безусловно, многие женщины научились делать «нет», глядя на порнографические фильмы. И там, значит, негр, блин, вот с таким этим болтом стоит, и она в почку его... Она там ушла куда-то и высунула, понимаете? И высунула. И женщина думает, так тоже надо. Мужчины такие многие тоже есть, которые, конечно, немножко физиологию даже не понимают. Хватают женщину свою, пытаются всунуть все свое хозяйство по самой нехочухе. Это, значит, я как-то читал давно одну, на одном форуме, мужчина пишет. Моя женщина пошла, значит, на уроки орального мастерства и научилась делать глубокий минет. И она решила попробовать со мной, значит, эту технику горлового минета. И, в общем, когда мой член оказался у нее в горле, у нее начался рвотный рефлекс. Вот так как она еще неопытная, горловая минетчица, он вот так. А он говорит, а у меня пожизненно, я только слышал где-то, что кого-то тошнит, даже не видя, а просто звуки. У меня моментально начинается блевотня. Я прям, и что вы думаете? Она его в рот, ее тошнит и меня, и на нее, и на кровать, и в сторону. Ну вот не экспериментируйте. Вы же поговорите с мужчиной. Тебе нравится? Как тебе нравится? Вот здесь, здесь, вот здесь. И тогда все станет понятно, станет на свои места. Следующий пункт – это, конечно, разнообразие. Потому что вообще на самом деле сейчас о разнообразии по логике должен был рассказать Рустам. Потому что он так это описал вкусно. Я попытаюсь, конечно, повторить, он смеется, сидит. Это, кстати, тот самый Рустам, который заставил меня записать видео про кунилингус. Сегодня про минет, говорит, давай. Видимо, в паре налаживаются отношения, я рад. Так вот, Рустам говорит, ну, в принципе, я согласен с ним, что разнообразие, оно может быть абсолютно разнообразным. Можно делать это быстро, можно делать медленно, можно делать глубоко, можно поверхностно, можно при помощи руки, можно без руки, можно посасывая, можно полизывая, можно побольше слюновыделения, поменьше слюновыделения. То есть разнообразие – это не только разнообразие техники, но и спонтанность минета для мужчины. Да, вот, приходит он домой. Вот давайте абсолютно будем честными. В комментариях об этом напишите. Вот были у вас такие ситуации. Приходит ваш муж домой, заходит в квартиру. Вы подходите к нему и говорите, привет, любимый. Как ты? Да, нормально. Садись, я тебе сейчас сниму туфельки. Снимаете с него туфли? Посиди тихонечко. Штанишки сняли с него и отсосали у мужа. Вот давайте, или перед работой, например. Вот он собирается на работу, а уже обулся, уже портфель взял в руки, а на его стоять. Тебе настроение поднять на день. Опустилась на коленочку и сделала. Было такое? Если было, напишите. Поэтому давайте разнообразие вносите. Это очень круто. Или в автомобиле, представляете? Вы с мужем в пробочке стоите. А к окошечке там притонированы немножко. И вы туда к нему на бочок. Что-нибудь ему не понравится? Еще как понравится. Поверьте. Проведите эксперименты в этом. У мужика своего спросите. Вообще, включите мужчинам это видео. Это будет, наверное, одно из немногих видео, где я не буду стоять и стоя хлопать. Братан, спасибо тебе большое. Поехали дальше. Следующий очень важный момент. Это, конечно же, ну, вы правильно поймите только. Я не хочу никого обидеть. За то, что я так, может быть, грубо скажу. Есть разница между сосать и грызть. Причем разница ключевая. Многие женщины, которые делают менец своим мужчинам, грызут член. Как в анекдоте, знаете? Когда волк поймал зайца в лесу. И у него волка секса давно не было. Он зайцу говорит. Соси, или я тебя сейчас сожжу. Зайца говорит. Да, Серый, я вообще не сосал никогда. Он говорит. Да, соси, научишься. Он говорит. Ну, как я могу научиться, если я не умею сосать? Он говорит. Ну, ты соси, как умеешь. Вот примерно. Поэтому, если в таком формате, то, конечно, мужчине будет неприятно. Следующий очень важный момент. Это, конечно же, окрестности полового органа. И зацикленность женщины исключительно только. На головке, например. Вот она вцепилась рукой в член. И в эту головку. И елозит ее, елозит. Елозит, елозит. Слушайте. Есть ствол члена. То есть, как бы, вся его длина. Вот, если вы учитываете. Ну, мы представим, что он такой. Вот вся его длина. Есть яички мужские. Мошоночка там, да. Есть одно яичко. Правое. Есть левое. Есть сразу два яичка. Есть пространство под яичками. Есть над яичками. Есть лобок. Очень чувствительная внутренняя часть бедер. Ну, то есть, когда ножки раздвигают. Тут яички. Вот тут нога и тут нога. А между ног, если яичком под яичками? Нет, ну, есть такие мужчины, которым это тоже нравится. Я что, уже сказал про это? Да? Нет. А что ты не выводил? А, между ног? А, не дымку сделаю. А, так и говори. Между ног. Между ног, это по яичкам. Это уже промежность. Ниже промежности. Канус. Но это же во времени нет, это делается. Ну, наверное, да. Это не отдельная процедура, на которую ты записываешься. Дорогая. У нас сегодня не римус. Он же делается, ну, совместно просто. Слушай, ну, ты же понимаешь, что в семье, даже не в семье, у каждого человека есть свои потребности, есть свой фетиш, есть свои эрогенные точки. И я тебе больше скажу, многие партнеры даже не говорят друг другу о своих фантазиях, о своих желаниях. Пятый пункт. Фундаментальный, космический, вселенский. Если женщина делает то, о чем я сейчас скажу, мужчина улетает просто в космос. И я объясню, почему улетает в космос, немножко позже. Но больше, ну, я не знаю, конечно, я не могу всех женщин оценить, но исходя из обратной связи от мужчин, ну, достаточно, ну, я бы даже скажу, большая часть женщин этого не делает. Чего? Вы не кайфуете во время того, как делаете своему мужчине меня. Вы не испытываете удовольствие и тем более не транслируете ему этого. То есть ваш мужчина не чувствует, что вам нравится. А когда женщина издает какие-то стоны, причмокивает, дышит глубоко, у нее, ее тело изгибается, она имитирует какие-то движения бедрами, она при этом может где-то себя трогать ручкой, притрагиваться к своему телу, вести себя как змейка-чародейка вокруг мужчины. Безусловно, это сводит мужика с ума. Он чувствует, что он источник наслаждения для женщины, что она это делает и сама получает удовольствие. Ну, а если женщина, да, еще знаете, там, Гриша, ты точно помылся? И начинается, понимаете? И она, вот, как будто она украдкой, ночью, пока все спят, украла сосиску, блин, в холодильнике и ест ее тихо, втайне от всех. Тишина полнейшая. Это, как помню, какое-то мы видео записывали, одна женщина, значит, пишет, типа, вот мой мужчина во время меня все время засыпает. А ей кто-то там ответил, типа, ты хотя бы иногда голос подавай, что ты там есть внизу, потому что вдруг он забыл. Вот. И такое может быть, знаете, что вы мужу делаете приятно, а он там уже похрапывает, глаз западает у него и все у него прекрасно. Так что получайте удовольствие. У меня на программе такая одна удобная или уникальная. Я рассказываю о нарушениях в психосексуальном развитии женщины. Я говорю о деструктивной сексуальности, о дефицитарной. Говорю о телесных блоках, которые влияют на проявление сексуальной энергии. То есть, огромное количество женщин не могут раскрыть объем своей сексуальности. То есть, масштаб огромен, задел огромен потенциал, а транслируется вот столько. И причины могут быть разными. От психики до тела. И на программе я такая одна удобная или уникальная, я рассказываю об этом очень подробно. Поэтому, если вы хотите научиться в себе, во-первых, ощущать полный объем своей сексуальной энергии, переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь, принимайте участие абсолютно бесплатно из любой точки мира.